Привет, друзья! С вами вновь Виталий. Сегодня мне хотелось поговорить на такую тему, достаточно популярную. Как делегировать принятие решения? Вопрос этот очень популярный, широко и очень плотненько так о нём говорят. И там ничего нового, как бы сказать, очень трудно. Но я в этой части, в части этой схемы прохождения, принятия качественного решения. И хотел бы этот вопрос раскрыть с другой стороны. Как грамотно делегировать полномочия, принятие решения, чтобы получить ожидаемый результат. Так вот, такие открытия я для себя сделал. Этими открытиями хотелось с вами поделиться, так как у всех у бизнесменов, у собственников, у руководителей, топ-менеджеров всегда возникает такая боль. Боль, как запустить автоматический бизнес, систематизировать его, автоматизировать, и чтобы он приносил, как говорят, поток, денежный поток, откуда-то должен прийти к вам. И делегируется полномочия. Полномочия всегда у нас основываются на чём? Основное право у нас права собственности. Право собственности имеется у собственника бизнеса, актива какого-то, пассива или неважно, деятельности, технологии какой-то и так далее. Это право собственности мы делегируем на разных уровнях. И оформляем тем или иным способом. Но, однако, как показывает практика, очень часто делегирование таких полномочий оказывается недостаточно. И право собственности непосредственно вы не можете делегировать. В этом проблема оказывается. Даже в том случае, если вы создаете партнёрские отношения в бизнесе, то есть привлекаете управляющих партнёров, которые имеют долю в бизнесе, долю собственности в активах, даже в этом случае возникают проблемы. Проблемы по поводу конечного результата. Так вот, в этой схеме я вам покажу, где возникает такое узкое горлочко, как говорят. Здесь слова собственности нету, как видите. Но есть два слова очень важных. Слово чувства и эмоции. Так вот, это проблема всех бизнесменов возникает. И они говорят, ага, вот мы заработали 7 миллионов, мы заработали 10 миллионов, мы раскрутили бизнес, вот бы автоматизировали. Всё катится вроде бы нормально, и мы решаем, что пора выйти из бизнеса, да, не участвовать там непосредственно операционно в этой деятельности. И поехали мы путешествовать по миру, да. Поехали на Доминикану, поехали в Латинскую Америку, поехали ещё куда-то. Мы оставили за себя людей, которые вроде бы в нашем присутствии всё делали грамотно, автоматизация работала, бизнес приносил доход, бизнес рост и так далее. Но когда мы из бизнеса вышли, мы уехали, оставили полномочия доверенным лицам. И через какой-то промежуток времени, там месяц, два, три, возникают какие-то проблемы в бизнесе, серьёзные проблемы. Мы возвращаемся назад, видим, что управляющий не управляет, продажники не продают, а воруют, да, как говорится, и так далее. И такое у нас ощущение появляется провала, да, мы провалили бизнес свой. И здесь такая тема кассового разрыва, вдруг появляется кассовый разрыв, вследствие того, что ваши управляющие либо не управляли, либо, проще говоря, вывели деньги на себя, да. И кассовый разрыв, вы разгоняете людей, приедете административными методами, какими-то всё это пытаетесь утрясти, сохранить свою собственность, доли на рынке не потерять и так далее. Пытаетесь восстановить ход какой-то процесс автоматизированного. То есть вы понимаете, что вы получили ущерб. Или вы где-то что-то неправильно сделали, где-то неправильно делегировали полномочия. Вы начинаете об этом думать, вы начинаете консультироваться, ходить к разным бизнес-коучам, думать, а что я сделал не так, вам советуют. Говорят, давайте вот это, вот это, вот это внедрим. Давайте посмотрим на вашу личность, на ваши качества. Может быть, вы сильно авторитарный человек, и вокруг себя вытопнули поляну, говорят. А рядом нет такого же человека, как вы, который сильный, такой же, мог бы руководить процессом без вас и так далее, и тому подобное, и тому подобное. Много-много-много-много слов. И в результате всё равно ни черта не получается у вас. Опять вы приходите к тому, что надо непосредственно операционно участвовать в деятельности. Когда он интервью смотрел там по ютубу человека-миллионера, там в Америке русский, русскоязычный миллионер, он операционно прямо буквально участвует во всей деятельности. Всё по полочкам, знает, всё бухгалтерию, финансовые инструменты, финансовую грамотность свою развивает и так далее, и так далее, и так далее. И он недоволен жизнью. Видно, он эмоционально недоволен. Ему тяжело, выйти из бизнеса не может. Чтобы выйти из бизнеса, надо стать инвестором. А инвестором не каждый умеет становиться. Поэтому людям приходится пахать и пахать, выходные и проходные, и так далее. Но я хотел сегодня вам показать, что надо делегировать, что вы забываете делегировать. И так, у нас имеется проблема вот в этом уровне. Мы имеем собственность. И эта собственность, для чего мы создали эту собственность? Чтобы у нас, заработав деньги, это во всем мы все говорим об этом, что у нас при заработке денег, у нас сформировались определенные чувства, определенные эмоции, для того, чтобы наша жизнь была более красивая, более эмоционально окрашена и так далее. То есть это для нас очень важно. Именно эту категорию чувства и эмоций мы не делегируем. С одной стороны, с другой стороны, мы делегируем совершенно не те чувства и эмоции. То есть если мы говорим своему управляющему, мы поехали в Латинскую Америку на несколько месяцев отдохнуть, а ты нам там высылай деньги по 20 тысяч долларов, да? Мы ему делегируем что? Мы делегируем управляющему свое чувство. Мы поехали отдохнуть, мы поехали развлечься и так далее. И, соответственно, мы там будем отдыхать. А вы тут работаете без нас. Эти чувства вы делегировали ему. Соответственно, он человек, обычно, которого вы находите на управляющего, у него имеются свои моральные, нравственные такие рамки, которые позволяют ему достичь высокого такого уровня, на который его поставили, управляющего. И эти сами эти рамки, у него начинает разрываться шаблон, понимаете? Почему? Он начинает управлять не видя цели. Цели-то нет вдохновляющие. Вы его не вдохновили, когда уехали на отдых. Вы его вдохновили чем? Ничем не вдохновили. Вы сказали, достичь такого вот результата, ты получишь столько денег. А человеку деньги-то этому не нужны. Ему нужно создать, развить свой морально-нравственный мир. В этих рамках он находится. А вы эти рамки ему разрушили, раскачали, сказав ему, мы поехали отдыхать, балдеть, развлекаться. Нет, ребята, тут неправильная постановка вопроса, чтобы точно ваш бизнес развивался вот на этом уровне чувств и эмоций. Вы не можете так себя вести. Вы поставили задачу. Сами себе цель достичь. Агую? Не заработать денег. Нет, деньги вы заработали. Это хорошо, молодцы. Но деньги вам позволяют подняться до какого-то более высокого уровня. И этого уровня, этот уровень вашей жизни, вашего вдохновения, какой-то цели вдохновения, понимаете? Если такой цели у вас нет, высокого вдохновения, то вам нечего делегировать. Понимаете? Нечего. Вы находитесь с вашим топ-менеджером, с вашим управляющим в одинаковых условиях. То есть вы одинаковые чувства и эмоции испытываете. Это проблема. Вы ничем не отличаетесь от него. Вы такой же человек, в таком же теле, с такими же хотелками, с такими же желаниями. Я хочу там развлекаться, я хочу покупать, я хочу того, я хочу этого, желания какие-то свои достигать с помощью целей, достиг цели денежной, да? И так далее. И рядом с вами управляющий менеджер, топ-менеджер и так далее. Они имеют точно такие же чувства и эмоции. Ничем вы от них не отличаетесь. Это проблема. Вот это проблема главная. Вы должны отличаться. У вас должна быть более высокая цель, выходящая за рамки вашего бизнеса. То есть вы вдохновляете топ-менеджера в том случае, менеджера другого, когда вы начинаете достигать более высоких общественных целей, выходящих за рамки бизнеса. То есть деньги вам помогают достичь духовных целей, культурных целей, нравственных целей, моральных целей и так далее. Которые не имеют отношения к деньгам. Вот тогда ваши чувства и эмоции, соответственно, не равны чувствам и эмоциям вашего управляющего, вашего менеджера и другого уровня людей, которые исполняют эти решения, которые действуют и так далее. Исполнители непосредственно. Они будут вдохновлены вашим примером. Если вы делегируете им чувства и эмоции, которые основаны на высокой цели. Вот тогда у вас будет тип-топ. Тогда вы будете не равны в чувствах и эмоциях с ними. Только в этом случае ваш бизнес будет развиваться автоматизированный. Преуспевать вы будете и так далее. Когда у вас имеется более высокая общественная, личная цель саморазвития, самопознания, мотивация и вдохновение других людей, сообщества и так далее. То есть вы едете не в Домикану, понимаете? Вы едете куда-то с какой-то культурной целью, с какой-то общественной целью и так далее. И вместе с этим вы отдохнете, да? Посмотрите что-то новое, побываете в каких-то новых местах и так далее. Но именно вот этот уровень очень большую проблему он создает. Когда вы делегируете чувства и эмоции, равные чувствам и эмоциям любого человека. И в этом проблема. Вы уехали, все, вас нету. Человек чувствует и те самые эмоции, которые вы испытываете. В этом проблема. А все остальное, что говорят там мастера про делегирование, полномочий, как правильно расставить, как правильно мотивировать, как говорить о результате и так далее. Это все прилагается уже. Это уже механика. Механика делегирования. Которые вы можете, да, создать рамки безопасности, поставить какие-то, да? Ограничить полномочия чем-то, сказать, какой-то результат и все, и так далее, и так далее. Но тем не менее, вы не сможете тогда операционно выйти полностью из бизнеса. Посвятить себя чему-то большому, серьезному проекту, другому. Который преследует более высокую цель. Который вызывает у вас чувство вдохновения. Определенные мысли вызывает. Вы пишете даже книгу какую-то на основе этого проекта, который развивается с помощью этих денег. Тогда да. Тогда да. Ваши тогда специалисты, ваши менеджеры, ваши продажники, ваши топ-менеджеры, ваши руководители, которым вы делегируете право управлять вашей собственностью, будут находиться в другом состоянии морально-нравственном. Они будут говорить, да, это меня вдохновляет, такой руководитель. Да, я готов зарабатывать эти деньги, потому что он их направляет затем на большую какую-то цель общественную, которая также мне близка. Также она поможет мне жить в более гармоничном мире интересном, обществе интересном и так далее. Вот это тогда будет нормально. Как только у вас нет такой высокой цели, а есть у вас простые цели, какие у меня есть такие, у другого человека есть такие же цели. Это не соотносится, понимаете? Не соотносится. Вы ничем не отличаетесь от меня, от любого менеджера. Вы такой же человек, понимаете? Из такого же места сделаны. Если у вас простые потребительские желания, скажем так. Это я хотел сказать вам сегодня, друзья, о том, что делегировать полномочия, это всегда процесс делегирования ваших чувств и ваших эмоций, которые вдохновляют вас на какую-то деятельность, да? Эмоции, которые вы получаете в результате этой деятельности. Эта деятельность должна выходить за рамки вашего бизнеса. Она должна быть общественная, она должна быть социальная, она должна приводить к саморазвитию, к самопознанию. И общество должно быть гармонично получать какой-то новый уровень вашего видения мира. Тогда вы будете выше всех людей, других, которым вы делегируете эти полномочия. Тогда только. И тогда они не будут вам равны. Они будут на вас смотреть, и вы будете вдохновлять их. Тогда они будут продолжать деятельность автоматизированную, достигать результата. Этим результатом вы будете с ними делиться. К примеру, скажем так. Допустим, вы поставили цель, уезжаете, и говорите, ребята, надо заработать 1 миллион рублей. Их 5 человек у вас. Произошло у них такое совещание эмоциональное. Все, пришли к вам с каким-то пакетом предложений. Вызвать предложение, вдохновленные своей высокой целью, не деньгами вдохновленные, а целью высокой. Вы вдохновленные. Вы принимаете через эту цель, через видение достижения этой цели, принимаете решение, что да, ребята, давайте, вы все правильно делали, действуйте, вы даете им карт-бланш, действуйте. И отдаете этот миллион им. Все, ребята, вперед. За миллион бейтесь. 5 человек, 5 человек найдут 5 путей достижения для этой цели. Миллион этого. И вы заработаете 5 миллионов, потому что каждый придет к этому миллиону своим путем. Вы получите 5 миллионов, а я им отдадите миллион. Понимаете? То есть вы не знаете, какой результат будет. Общий результат. Понимаете? Но они знают, потому что они эмоциональное решение принимают. Эмоциональное решение всегда происходит на основе знания результата. Знания причины. И причина никакая. У них заработать миллион. Все. А вы не знаете, какой будет результат. Потому что вы действовали на основе чувств, на основе вдохновения. Вы не знаете, сколько в конечном итоге будет денег. Они пойдут этим путем, они будут вдохновлены вашей деятельностью, вашей высокой целью, на которую вы будете вкладывать деньги и развиваться сами, и общество. И, соответственно, вы получите 5 миллионов. А они получат миллион. Вы отдадите этот миллион, скажите, ребята, они удивляются сильно, когда заработают миллион. Вы же сказали нам заработать миллион. А вы говорите, забирайте этот миллион, делите между собой первый, второй, третий, четвертый, пятый результат. Получайте каждую свою долю с этого миллиона. А я получаю 4 миллиона. Вот, понимаете, вот это правильное делегирование. И таким образом, друзья, у меня сегодня была такая беседа по делегированию. Как я вижу делегирование правом управлять вашей собственностью, и ваши собственные чувства, ваши собственные эмоции непосредственное влияние оказывают на процесс делегирования, на процесс принятия решения. В этой цепочке будут всегда ошибки, если вы делегируете не те чувства и эмоции, которые более высокие, более серьезные чувства и эмоции. Вы не равны своим топ-менеджерам, управляющим, партнерам и так далее. Вы не равны. Вы выше их, выше их. Поэтому, друзья, всех вас хочу мотивировать и вдохновить тем, что ставьте перед собой не цель, не заработать много денег перед своими исполнителями, перед своими партнерами, а более высокую цель, выходящую за рамки бизнеса. Тогда у вас будет все тип-топ. С вами был Виталий. Пишите, звоните, подписывайтесь, лайкайте. Может, кто-нибудь эту тему поддержит, что-то напишет в комментарии. Всем пока-пока. Вот племянники. Какая красота, к которой я вас звал подняться. Привет. Ну как, смотрите. Это стоило того. Красота. КОНЕЦ